до свидос вот это я тебе показываю что значит одна жизнь одна жизнь вы вообще понимаете что вы включаете тебе говорят чего блинчики кому одна жизнь ты ненормальный да и ненормальный поехал теперь все ништяк начинаем воинская часть всем привет друзья с вами харди и мы продолжаем продолжаем выживать в др главное меню профиль здесь сложность тяжелая одна жизнь это было давно и неправда реально что здесь в этой сложность одна жизнь а давай посмотрим что здесь до свидос вот это я тебе показываю что значит одна жизнь вы умерли давай до свидания все никаких переигровок нету значит легкий нормальный тяжелый онлайн тяжелый это она настоящее испытание только для опытных игроков для нас с тобой бро конечно же одна жизнь вы вообще понимаете что вы включаете тебе говорят чего блинчики кому одна жизнь ты ненормальный да и ненормальный поехали чик все кровушку убрали это ужас какой-то руки трясутся тут целая площадь шкелетов черепа взрослых и детей кучи костей с истлевшими остатками одежды у меня до сих пор перед глазами этот кошмар кто или что могло их всех убить что мне теперь делать я не знаю надо уходить отсюда куда-нибудь я отправляюсь на юг к мурманску надеюсь кто-нибудь там объяснит мне произошедшее задача нужно обыскать заполярный выжить и отправиться к брошенному поезду чик заполярный новый level up сразу же да смотрим потом будем смотреть так что нам надо что нам надо нам самое главное надо выжить да вот такая замечательная вещь друзья если у вас премиум аккаунт да я не буду лишать себе этих благ да ну как бы ну есть премиум ну почему без него-то играть команды пока нету скиллы нам нужны с тобой насколько будет помогать нам ворон мне кажется он будет вообще бомбически помогать реально и вот такой вот да шикарный рюкзачок костюм химзащиты вещь мешок блин ну ну я не знаю да это дичь это дичь я с тобой согласен это прям вообще это прям вообще и все понял такую взял по выбрасывал да молодец блин так так вот этот парень елки-палки вот этот парень вот этот я понимаю новичок да я думаю все будет очень очень у нас грамотно так ну что мы продвигаемся с тобой по сюжеткам да но что нам надо еще велосипед нам нужен бро велосипед как можно быстрее велосипед с тележкой надо собрать чтобы нормально уже пофигачить значит ну как ну красиво красиво да рюкзак не может не радовать я согласен с тобой да рюкзак это жестко искать посмотрим что у нас здесь может быть слить топливо мне не нужен дизель мне не нужен дизель ага инструменты разбежался разбежался инструменты нужны так аптека но аптека не может быть лишней до аптека отелье нитки надо зашивать свои раны негодяев много что произошло с миром я не знаю но понятно что людям пришел привет семье и поэтому надо быть готовым ко всему идем в ателье не так нету но обрати внимание есть игла есть уже тряпочки и есть первый шмот если ты без премиума это прям вообще искать слишком темно искать окей починить надеть порвать любая ошибка любая вообще ошибка и до свидания разломать сможем отлично сможем разломать значит сможем построить сделать факел нет блин очки ну нет надо дожидаться когда ночь закончится смотрим где у нас еще тачки только дизель да вот беда блин вот беда ну да о да великая вода блин ладно валим отсюда вот в этом вот замечательным значит доме если у тебя премиум да есть много интересных вещей я не найду там бенз поэтому как бы пофигу чик классно да скажи что это дичь да это это офигенно это чисто тема для новичков мне нужен мне нужен мне нужен мне нужен бенз потом нам надо выспаться с тобой да мы не можем бегать вообще как мы делаем в онлайне так слушай ну пока меня все радует по весу я даже вот так могу древесины целую тонну скинуть собираем собираем разжигаем и отдыхаем я думаю давай как-нибудь вот вот так вот да нам нужен еще день буквально вот так чуть-чуть мне нужен день мне нельзя это прям серьезно все-таки мы должны сразу двинуться дальше смотреть на карте путь не близкий чё я могу сказать путь не близкий 41 километр блин поехали чё ждать то чё ждать чего тянуть то ну у меня есть пушки да на первое время это вообще и не знаю мы справимся с любым негодяем который поджидает нас и любым просто смеркалась вот я вижу тачки давай давай друг ты успеешь ну давай ты успеешь ну 9 вечера пол десятого есть есть это самое главное теперь делаем факелочек факелочков сразу можно наделывать дофигища то есть нифига не один и это бомбически что мы пока бы мы пока заучивать вообще ничего не будем а чё тратить не будем на новый уровень отлично так ну по теме не до бегать можно это по теме не лучше в общем не бегать что у нас есть вообще у нас топор есть металлический 99 использования у нас вообще всего дофига поэтому я думаю проблем не будет во всяком случае поначалу точно здесь можно 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 собрать но нету дерь деревьев да окей идем сюда в леску вот отлично в леску сейчас ночь переждем добыча дров давай мне минималку мне много не надо я даже костер разводить не буду строим шалаш ну в принципе хочу нет до костер отпугивает всяких негодяев поэтому нормальная тема так пьем можно съесть консерву одну и пьем отлично отлично вот теперь отсыпаемся по красоте вы отдыхаете и поезд уже у нас рядышком да это будет долгий путь блин очки да нет слушай не так уж им всего-то 30 километров надо пёхом протопать идем не успел я отойти как сразу ты смотри чё жми и блин так ладно идем дальше чё по броне чё по броне чё по броне что это не ремонтируется а чуть ты не ремонтируешься использовать так намного лучше пойдем дальше еще ты смотри чё бой со змеями прям какой-то бомбический мы на месте давай сразу попьем двигаясь вдоль железнодорожной насыпи я наткнулся на электропоезд пути перед ним разбитый дверь кабины машиниста была сломана и я пролез внутрь многие вагоны оказались пусты но в двух я увидел знакомую картину мертвецы большинство лежали на полках другие прямо в коридоре среди пожитков я нашел немного еды и питья значит умерли они не от голода но что с ними случилось за полярном были кратеры и разрушенные дома смерти можно было объяснить бомбардировкой но поезд-то целеханик надо поискать какие-нибудь записи хоть что-нибудь обыскать поезд и прочитать газету задачи обыскиваем вижу мужчину мужчина лежит не двигается судя по всему мужчине приветик давно уже газета мурманский вестник 27 июля 1984 года когда вернется бензин члены общественной организации наш мурманск вынесли официальное требование к администрации города представить честный развернутый ответ о причинах топливного кризиса на улицах нашего города почти не осталось машин на ходу тем временем активисты здоровый образ жизни ликуют ну они чуть-чуть это до того как бы нет это клёво конечно ну чушь клёво то это это чуть без горючки делать будем друзья чё будем делать без горючки все фигово будет блин все будет и го в альтернативного топлива пока нету блин чкину что нужна нам горючка нужно и все но нужно ну к сожалению нужно ничего поделать это вообще апокалипсис нельзя нам без горючего так ночью я походу все до здесь обыскал три шкелетика больше никого нет погнали дальше за озерск вообще нам конечно везде на заезжать везде могут быть части велосипеда до ремни чтобы как можно быстрее его собрать я думаю я прям вот вот прям вот прям вот бежим бежим по максимуму да идем идем по сюжетке как можно быстрее тогда будет нормально главное не тормозить погнали в общем проходим все эти города мимо дошли без происшествий никаких нападений не было блин это шикарно конечно можно отоспаться вот здесь в домике да плюс нам опять же тут сейчас подгон будет с тобой чик чик нормально да нормально еще десять патриков это это очень это очень это очень и очень мне надо конечно же 10 патриков я развалил один ствол который был разломанный да теперь у меня есть запчасти спокойно можно чинить ну короче вообще нормально у нас все вообще просто ненормально а офигеть как классно заходим в мурманск ух ты блин автобой атаковать не давай все таки так мы сделаем блин надо было починить да починить надо было ворона что лучше в такой ситуации делать блин ну давай вот сюда встанем они не пробегут через завал я надеюсь а ворона посадим вот сюда посадили мы ворона да его можно на деревья садить либо вот так ну и соответственно видишь как шикарно получается так уже можно сносить одну и отлично конец хода не будем шевелиться резон вообще какой давай живи живи ворон живи главное выживи на блин ну ну конечно конечно да нет фигово нагнут так окей сейчас мы тебя спасем до свидания раз молодец молодец может быть при таком раскладе сейчас все-таки топором воспользуюсь чтобы не ломать блин а ну конечно сейчас начнется такая беготня это дичь вообще так ладно давай вот так встанем вообще не отнял друг товарищ ты вообще не отнял 8 опта отлично так у нас есть мясо да давай посмотрим питомца рано пока способностях говорить блин ничего он тогда хочет у ничего он так хочет ну вот ну вот вот это мне надо вот это мне да да бинты но блинчики слушай серьезно я пока воздержусь я воздержусь вот бинтом так нужно огонь я понял надо 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 давай все-таки подойдем кока-коле кола и здесь надо разбить нам все-таки лагерь небольшой лагерь сделаем так добыча дров 25 ништяк хватит чтоб костер разжечь сейчас делаем бинты да все как надо в общем не надо торопиться вот что когда заходишь в новый город блин я не советую тебе торопиться потому что можешь в нем остаться вообще легко просто вот вот легко так теперь делаем бинтики из 5 воды сделаем вот так 5 бинтов сделаем 5 бинтов отоспимся и как раз у нас будет утра да и один фиг и один фиг блин ну чего делать он нам нужен нам нужен этот парень ну ничего так вообще серьезно надо его беречь потому что дорогого стоит чтобы его полечить чтобы его накормить его и вообще безобразие но теперь я готов к новым блинчики свершением тише что творишь не того выкинули вот это вот это выкидываем поехали мурманск мертв нигде нет ни электричества ни воды и повсюду шкелеты в домах на улицах везде я попытаюсь найти хоть какие-нибудь следы что-то наводящая на мысль о причинах смертей и о том почему я жив надо проверить воинскую часть уж военные то наверняка все знали о происходящем обследовать штаб воинской части вот сюда мы и бежим прям вот прям вот насквозь нафиг так что у нас вообще тут есть нам нужны части велосипеда по любасу в общем мурманск придет сейчас обследовать мрак и холод противогаза у меня говорят нету противогаз можно конечно и найти до облутать но нам с тобой вот такие вот шикарные наборчики дают поэтому я думаю вот самое время вскрываем респиратор рюкзачок все как надо так сколько он по весу 15 гг а этот двадцатку да я думаю мы его не будем пока его рвать не будем его рвать пока пускай он будет нормально разломанный пистолет макарова он не полюбасу нужен но для начала противогаз 0 из 1 почему блин почему 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 на так окей бро ищем ищем вот здесь должен быть противогаз конечно это же это склад вооружения а еще и патрики еще и блин гильзы мой вообще нормально причем целый шикарно вообще огонь все как вот все как доктор прописал противогаз так противогаз теперь все ништяк начинаем воинская часть пребывала в крайне плачевном состоянии одни корпуса лежали в руинах другие стали жертвами пожара все внутри выгорело обугливавшиеся дерево и почерневший металл покрывал толстый слой пыли зато мертвецов было совсем мало куда же делись обитатели части обыскать за зданием штаба я обнаружил отверстие вентиляционной шахты крышка с выключенными болтами валялась рядом любопытно диаметр трубы достаточно широк чтобы через нее мог пролезть человек значит кто-то спускался в шахту или до сих пор там и вот в чем вопрос случилось это давно крышку успели опутать сорняки может там внизу что-то вроде бункера вдруг там и выжившие есть как минимум если я внизу как минимум если внизу бункера в нем могли остаться какие-нибудь записи осмотреть шахту в железобетонные стены шахты вбиты крупные скобы по ним можно спуститься но там внутри кромешный мрак кроме того даже здесь я чувствую идущий снизу тошнотворный запах тут пригодится факел и противогаз подготовиться и спуститься вниз преодолев шахту я оказался в тесном помещении с громадной вытушкой уходящий куда-то в стену я зажег факел и огляделся вдоль стен стоят баллоны со сжатым воздухом и контейнеры с фильтрами видимо это что-то вроде вентиляционной камеры бункера прямо под шахты лежит скелет в рваной офицерской форме выйти в коридор не успел я отворить тяжелую дверь как в помещении охлынула вода я вышел в коридор стены здесь были покрыты каплями конденсата а уровень воды доходил мне до колен ходить конечно можно но холод тут собачий надо поскорее обыскать это место и вылазить на воздух осмотреться торце коридора возле веткамеры расположена шлюзовая дверь она приоткрыта рядом с ней выход на лестничную площадку но наверх прохода не то нижние этажи судя по всему затоплены до потолка в противоположном конце коридора две двери с табличками линейно-аппаратный зал и диспетчерская пройти в диспетчерскую диспетчерской и я обнаружил именно то что искал на гробу ништяк на громадном пульте лежал блокнот с карандашами запись с карандашными записями наверное его оставил офицер чей труп я обнаружил в вент камере большая часть страниц безнадежно отсырела но кое-что разобрать удалось 9 ноября 1984 года по внешней связи сообщили на архангельск петрозаводск беломорск сброшены атомные бомбы американские бомбардировщики начали свое наступное ну ладно я шучу генерал новиков велел срочно собраться дальше неразборчиво читать следующую запись наша очередь нас подняли среди ночи бомбардировщики уже в бункер нас осталось 10 как старший по званию я принял командование отправил рядовых неразборчиво следующие 15 страниц нечитабельны целиком пришлось пропустить их читать дальше 3 февраля 1985 года припасы заканчиваются последний генератор вышел из строя умер володя мне тоже недолго осталось ребята хотят обыскать жилой этаж там могли остаться лекарства не разрешил воды по шею и мне не помогут и себя погубят пневмонию читать следующую запись 7 февраля 1985 пойдут через вент шахту а потом на юг дай бог не успеют схватить серьезную дозу как родные у лёжки слезы на глазах пришлось на него даже прикрикнуть маленько еще успеваю поплакать раскиснут сейчас не выживут читать последнюю запись 8 февраля ушли надо бы стоит и смотрит стоит и смотрит на меня своими глазенками будто знает что вот-вот помру и уж тогда она хвостатая сука полакомиться ну уж нет дрянь я тебя прихлопну раньше закрыть блокнот и вернуться в коридор в торце коридора возле вент камеры расположена шлюзовая дверь она прятать это то же самое пройти в линейный аппаратный пойдем консервную банку металлолом ништяк изолента это огонь она нам нужна в этом зале жили люди по крайней мере недолго видимо когда нижний этаж затопило они перенесли сюда все свое нехитрое имущество консервы одежду бочки с питьевой водой инструменты и даже грубые железные кровати сейчас здесь никого нет ни живых ни мертвых консервы съедены бочки для воды пусты обойти зал мое внимание привлёк здоровенный коммуникацию коммутационный стенд точнее железный ящик на нем слишком высоко мне не дотянуться то два варианта воспользоваться чем-то длинным и столкнуть ящик на пол или попытаться залезть на стенд но это может быть опасно лезь цепляясь руками ногами за выступающие ручки провода я стал карабкаться но все оказалось куда сложнее чем я думал и только с четвертой попытки добрался до ящика и столкнул его вниз я сильно устал мне к тому же порезался собрать добычу вернуть в коридор блин это стоило того лом и гвозди дофига делов идем в шлюз за шлюзовой дверью была еще одна гораздо более массивная герма 2 замки открыты но сама дверь не поддавалась ни на какие усилия либо ее заклинило что маловероятно либо что-то заблокировала дверь снаружи завал осмотреть дверь только теперь я заметил что полотно немного выгнута наружу какая же сила нужна чтобы погнуть герма дверь глядя на крупные куски бетона покрывающий пол шлюза я догадался взрывчатка обитатели бункера оказались в ловушке и пытались взорвать герма дверь изнутри тщетно больше здесь делать нечего покинуть бункер через шахту торце коридора возле вент камеры расположена шлюзовая дверь так понятно выходим вернувшись в вент камеру я остановился возле останков цера долго смотрел на них представил себе как он медленно умирающий от невмании стоит под шахтой надеюсь разглядеть наверху хотя бы кусочек неба а может все было иначе офицер попытался вылезти из подземной ловушки но ослаблены болезни и мускулы подвели его и он сорвался вниз мой взгляд упал на угол камеры где лежали несколько мелких костей и раздавленный крысиный череп похоже офицер выиграл свой последний бой красавчик красавчик вот значит что ноябре 1984 на города ссср сбрасывали атомные бомбы но были и те кто пережил бомбардировку хорошо теперь ясно откуда кратеры разрушенные здания но чего умерли люди в поезде от лучевой болезни не умирают в один день и кто сбрасывал эти бомбы возможно бомбили только на севере тогда выжившие могут быть в ленинграде и южней надо идти туда вот так вот друзья 125 километров до манчегорска и это уже совсем другая история если тебе понравился ролик бро тогда присоединяйся к каналу если ты хочешь видеть продолжение этой истории есть ты еще не знаешь ее подписывайся на канал видосы выходят каждый день др будем играть регулярно ну и конечно лукса братья лукса пока пока а